В рамках театрального марафона во Владикавказе провели мастер-классы именитой артисты. В Русском театре состоялась встреча народного артиста России, ректора Театрального института имени Щукина Евгения Князева, со студентами профильных факультетов и действующими артистами. Он рассказал о значении театра в жизни каждого человека и прочитал свои любимые стихотворения. Он перешел сюда. Я тащу вас! Удивляетесь, конечно. Стиснул? Больно? А, извините, дорогой, у меня, да и у вас в запасе вечность. Что нам потерять часок-другой? Будто бы вода, давайте мчать мечтая. Будто бы весна свободная, раскованная в небе вон. Луна такая молодая, что ее без спутников и отпускать рискованная. А известный актер и телеведущий Александр Олешко пришел в гости в 5-ю гимназию. Пообщались со знаменитостью не только ученики школы, но и те, кто только планирует связать свою жизнь с театром. Александр Олешко послушал, как ученики драм-кружков читают стихи. Ребята показали небольшие сценки из любимых произведений. Актер дал несколько советов по сценической речи и, конечно, рассказал о своей работе и начале творческого пути. Я во Владикавказе впервые, и мне здесь очень нравится. И я благодарю всех тех, кто идею Года театра поддержал. Она прекрасна, эта идея. Эта земля дала миру такое количество талантливых людей. И я с таким пиететом и уважением отношусь. И к этим стенам сегодня мы оказались здесь. И к этой земле, к этим людям особенным. И мне кажется, что Год театра, в общем, свои функции, как культурно-просветительская такая, как вам сказать, история, гораздо шире, чем мы могли себе это представить. Еще одна творческая встреча прошла в Доме престарелых заботы. Там провели мастер-класс для актеров инклюзивного театра «Вдохновение». Практически все актеры, подопечные Дома престарелых, есть совсем юные актеры. Педагоги показывали, как правильно дышать и работать с мимикой. Занятия помогут играть так, чтобы не навредить здоровью. Люди, которые проживают именно здесь, они просто, ну, действительно, им это нужно. Я вижу, они этого не делали, у них горят глаза, им это нравится. Все остальные, ну, пришли посмеяться, похохотать, потому что они этого не делают, они не знают, для них все это новое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова